Торжественный момент! Открытие участка силиконовых патрубков! Вот так торжественно и празднично был дан старт работе нового производства на Брест-Маше. Здесь освоили создание силиконовых патрубков, или, проще говоря, современной альтернативы стандартным шлангам из резины, для отечественной промышленности, среди которых МАЗ, Гомсельмаш, МТЗ и другие. Мы работаем над импортозамещением, и год от года объем производства импортозамещающих товаров у нас растет. Если мы говорим о том, что в 2021 году мы производили порядка 750 миллионов долларов импортозамещающих товаров, и более 60% из них поставляли на экспорт, то по итогам этого года мы должны перешагнуть планку в 1 миллиард 50 миллионов долларов США. И я, в принципе, считаю, что это вполне нормальная тенденция. Открытие нового производства силиконовых патрубков на территории Брест-Маше – это очередной шаг к тому, чтобы производить еще больше той продукции, что востребовано во всем мире. Ведь, адаптировав китайскую технологическую линию под свои потребности и закупив необходимое оборудование, предприятие планирует создавать свыше 200 километров силиконовых патрубков в год. За эти 10-12 лет, которые я знаком с вашим коллективом, вы сделали огромный шаг в период. И самое страшное даже не это, что он большой, самое главное, что вы поверили в то, что вы это сами здесь сможете. Первый этап – это за стенкой был, сборка. Так сложилось, что я и в том проекте, как бы, принимал участие, и в этом. Сначала вы не верили, что у вас получится, а теперь вы уже сами поверили. Я думаю, что года через 2-3 весь завод будет такой, как этот цех. Светлый, красивый, в котором можно прийти, концерт послушать, сплясать и спокойно уйти домой с завистью, что дома хуже. И все это создается в том числе благодаря людям, которые усердно трудятся в этой отрасли. Потому немаловажной частью мероприятия стало чествование лучших работников завода и искреннее поздравление с праздником – с Днем машиностроителя. Нужно сказать, что здесь в зале сегодня, я вижу, присутствует очень много ветеранов труда, которые отдали свою жизнь сознательную на развитие Брестмашин. Наверное, это очень отрадно. Всех поздравляю с нашим праздником – Днем машиностроителя. Отдельно низкий поклон ветеранам нашего прекрасного завода. Мы вас всех помним, любим, никого не забываем. Берегите себя, подольше нас радуйте, приходите в гости. Ну, а мы будем дальше работать на благо Брестмаш, работать на благо города Бреста, на благо Минского автомобильного завода и на благо нашей Родины – Беларуси. Всех с праздником! А потому промышленность будет только развиваться. В ближайшем будущем уже запланированы существенные изменения. Впереди у нас еще очень много работы. Это у нас и Кобринский инструментальный завод «Ситома», где на сегодняшний момент ведется проект по хромированным штокам. Это у нас 558-й ремонтный завод. Вы слышали об этом уже наверняка, что будем производить свой самолет совместно с Российской Федерацией. Это Кузлетмаш, это объединенная гидравлическая корпорация, где будут производить коксиальные насосы. Поэтому в целом, значит, наша программа и предназначение, она будет увеличиваться. И, естественно, что в нынешних условиях нам надо идти быстрее, чем мы шли до этого. Есть три богатства на территории Республики Беларусь – земля, леса и люди. Люди, которые любят и хорошо умеют созидать, а не разрушать.